Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талибова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ посетил генсек Организации Исламского Сотрудничества. Весенний отбор кандидатов на гранты за успехи в научной деятельности. Россия и Индия в диалоге культур. КФУ посетил генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества. О своем впечатлении от университета он рассказал нашему корреспонденту. Подробнее о визите вы узнаете в следующем сюжете. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Юсеф Аль-Осеймин. Гостя встречал проректор по внешним связям КФУ Лин Арлатыпов. Традиционный визит начался с экскурсии по историческому музею Казанского федерального университета. После нее генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества встретился со студентами Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета для обсуждения вопросов ислама и мусульманских народов. Напомним, что Юсеф Аль-Осеймин находился в Казани с 9 по 11 мая. Помимо Казанского федерального университета, генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества посетил Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир». На протяжении этих трех дней гостя сопровождал председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанский федеральный университет со знакомительным визитом прибыл заместитель генерального директора информационного агентства ИТАРТАС Андрей Соколов. Университет с очень богатой историей. Как раз только что удалось посмотреть вашу библиотеку, уникальное собрание редких рукописей. Это действительно впечатляющее зрелище. Конечно, с точки зрения инфраструктурной есть еще, безусловно, к чему стремиться. Но очень интересная коллекция. И я больше чем уверен, что с таким богатым прошлым, с таким богатым набором выпускников университета, которые в различных областях науки и экономики достигли больших высот, безусловно, университет ждет большое будущее. Бритиш Петролиум не ставит ограничений в том, сколько раз студенты и ученые могут претендовать на стипендии гранта компании. Отбор претендентов осуществляется дважды в год, весной и осенью. А поучаствовать в конкурсе может каждый, кто достиг значительных успехов в учебе и научной работе. Как прошел весенний отбор кандидатов, расскажет Аделя Шемилова. Группа компании Бритиш Петролиум продолжает тесное сотрудничество с Казанским федеральным университетом. Студенты и молодые ученые КФУ по устоявшейся традиции ежегодно становятся обладателями стипендий и грантов компании, направленных на поддержку исследовательских проектов. И этот год не стал исключением. Представители БИПИ вновь прибыли в университет, чтобы лично поздравить победителей стипендиальных и грантовых программ 2018 года и встретиться с претендентами на будущий год, проведя с ними собеседование. Прошло собеседование очень хорошо. У нас был 21 кандидат из 8 институтов. Отобрали мы 8 представителей самых лучших. Для меня данная стипендия будет являться высшим поощрением за те научные достижения, которые я уже достиг. Плюс, как уже известно, когда появляются достижения, и при поощрении за них, то хочется стремиться к большему. Поэтому я хочу получить эту стипендию, чтобы проводить больше научных исследований, большим образом заниматься в увлечении молодых студентов в научную жизнь. После целого дня напряженной работы по отбору новых кандидатов на получение стипендий и грантов представители БИПИ приступили к самой приятной части своего рабочего визита – торжественному вручению сертификатов победителям прошлой отборочной сессии. Как отметили организаторы для студентов и аспирантов, возможность получить свои дипломы из рук представителей высшего руководства БИПИ в России особенно важна. Это подчеркивает значимость сделанного ими шага к реализации своих научных амбиций. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Владимир Нелюбин, Универниус. Россия – страна, которая ведет открытый диалог с двумя сторонами света – с Западом и Востоком. В этом году дипломатическим отношениям с Индией исполнилось 70 лет. За это время было сделано многое, в том числе налажены научные связи. О том, как делегация Индии посетила Казанский федеральный университет, расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет с 10 по 12 мая проводит международный научно-практический семинар «Россия-Индия. Диалог языков и культур». Мероприятие проводится в рамках 200-летия Казанского академического стыковедения и проурочено к празднованию 70-летия установления российско-индийских дипломатических отношений. 11 мая индийских гостей университета познакомили с историей вуза, рассказали о научном и техническом благоустройстве, а также провели экскурсию по музею истории студенческому городку. А чуть позже индийские ученые совместно со студентами и преподавателями Казанского университета обсудили вопросы культуры, филологии, истории, а также подискутировали на тему современных связей России с Индией. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Дональд Трамп объявил о выходе из договора совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и поручил американскому Минфину восстановить санкции против Тегерана. В Госдепартаменте заявили, что ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые сотрудничают с Ираном. Решение Вашингтона осудили многие страны, а в Москве заявили, что глубоко разочарованы. Подробнее смотри в следующем сюжете. 8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он заявил, что США возобновят действия санкций в отношении Ирана. Американский лидер обвинил Иран в разработке ядерного оружия вопреки условиям сделки. Вот конфликт уходит к армии в 2009 год, когда в Иране произошла Исламская революция и произошел захват посольства американского. Ну и последующее долгое противоборство, которое переросло в противоборство и политическое, и экономическое. Ну это, кстати, с 20 века вот эта вся проблема пришла в 21 век. Резкая критика в адрес США от союзников вполне понятна, ведь сделка была чуть ли не единственным инструментом сдерживания на Ближнем Востоке. Но Трамп поступил по-своему, проигнорировав даже мнение Меркель и Макрона, которые лично прилетели в Вашингтон, чтобы переубить коллегу, что, похоже, не удалось. Сейчас сложилась такая обстановка, что Франция и Германия в лице своих руководителей призывают Соединенные Штаты, значит, одуматься, призывать Соединенные Штаты еще раз оценить сложивуюся международную обстановку, так сказать, не разрушать тот нормальный, так сказать, режим международный отношения Ирана, который уже сегодня сформировался и доказал, что это правильный, справедливый режим. Эксперты предупреждают, что санкции США против Ирана ударят по нефтеному и автомобильному рынку Европы, а также по поставщикам самолетов. Кроме того, решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ирана подрывает доверие к любым договорам США. Естественно, что новые санкции против Ирана и разрыв со стороны США ядерной сделки с Ираном сильно ослабят позиции Европы и нанесет большой ущерб европейской экономике, если Европа поддержит эти санкции. 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым отвязать российскую экономику от доллара. По его словам, нефть торгуется на бирже в долларах, и России необходимо освободить себя от этого бремени, поскольку монополия доллара ненадежна и опасна. Постепенно процесс отказа от расчетов в долларах происходит. Он происходит все последние годы, не только в отношениях с Ираном, но и в отношениях с Китаем, с Турцией, с Индией, со странами БРИКС. Этот процесс снижает экономическое влияние США на мировом рынке, и чем дальше этот процесс будет продолжаться, тем больше будет уменьшаться влияние американской валюты. Стоит отметить, что вне зависимости от успеха новых санкций, Китай вряд ли сократит закупки иранской нефти. Кроме того, Тегеран может найти союзника в лице России, которая также находится под американским санкционным давлением. Что касается европейских компаний, то, вероятно, они не захотят терять возможность ввести торговые дела США и будут соблюдать санкционный режим. Тем не менее, ожидается, что европейские лидеры будут работать над тем, чтобы соглашение осталось в силе. Иран в основном завязан на отношениях с Китаем, Россией и Европой. Поэтому вопрос сейчас в том, насколько Европа будет готова поучаствовать в новых санкциях. Если Европа поддержит американские санкции, иранским компаниям придется переориентироваться на китайский, российский рынок и иные рынки, которые для Ирана остаются доступными. Но самое серьезное, как отмечают аналитики в США, Европе и на Ближнем Востоке, это то, что теперь уровень доверия к сделкам с Вашингтоном безвозвратно подорван, и Штаты постепенно теряют право на моральное лидерство в мире. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!